Здорово, вы тут такие темы поднимаете. Я один из ведущих инженеров, я работаю как супервизор Акрополис, и я много занимаюсь затрагиванием. Я хотел бы начать вот с чего, назвать ключевые события, которые позволят нам подойти к сегодняшнему состоянию. Многие заинтересуются, как мы работаем на виртуальных машинах, Линокс и так далее. Но где-то в 2000 году существовало огромное желание объединить программное и аппаратное обеспечение. Но единственным способом для этого было использование разрядного перевода. Но это очень дорогостоящее занятие. И вот тогда в Кембриджском университете в Англии группа студентов начала работать над этой проблемой для того, чтобы использовать ЦПУ без разрядного перевода, и чтобы можно было осуществлять живую миграцию. Но это помогло использовать Windows. Было очень много тогда разработанных технологических методов, различных расширений и виртуализаций. Сегодня это уже не проблема. Это позволяет операционным системам виртуализовываться без больших модификаций. И они могут выполнять большие нагрузки без значительного доработки и при не очень больших затратах ресурсов. И какое-то время назад появилась такая вещь, как NVMe, и это появилась революция в виртуальных машинах. Была прекрасная производительность, но затем появились дисководы NYME, и они очень быстродействующие. Многие считают, что поскольку они такие быстродействующие, их производительность больше не является проблемой. Такое убеждение очень распознено, но чем быстрее работает дисковод, тем труднее виртуализация. Затем 28 декабря был запущен проект SPDK, и этот проект основан на тех же идеях, что и DPDK, который сейчас не действует. Но здесь используется пользовательское пространство. Мы увидим, как планируется использовать это для виртуализации. Ну вот перед вами дисклеймер. Это юридическая необходимость. Если вы захотите что угодно купить у нас любую продукцию, вам необходимо соблюсти все юридические формальности, как записано в этом длинном юридическом дисклеймере. План моего выступления включает, прежде всего, разговор о производительности работы, затем идет анализ гипервизора, затем я хочу немного рассказать об AHV и SPDK, которые обеспечивают потрясающую производительность, и затем о том, что мы движемся к использованию миллионов IOPS на едином виртуальном диске. Начнем с рассмотрения маршрута хранения. Представьте, что здесь есть какое-то аппаратное средство, и это может быть какое-нибудь приложение, какой-то верстак разработчика. Здесь мы видим упрощенную версию. Если вам нужна более полная версия, то тогда вам можно воспользоваться электронной таблицей. Но я очень рекомендую использовать вот эту схему. В ней разобраться не так сложно, и она дает очень хорошее представление о принципах работы. Когда речь идет о производительности, традиционно в механических дисководах тратилось времени порядка миллисекунд на диск, скажем, 10 или 20 миллисекунд, а с аппаратными средствами, может быть, тратилось 5 микросекунд. Традиционно операционные системы держали, удерживали запросы и не передавали их, потому что если они будут их передавать, то эти запросы могут объединяться, приклеиваться друг к другу и так далее. Можно представить, что когда мы в середине поставили гипервизор, в зависимости от того, какая виртуализация используется для хранения, то возникает еще необходимость где-то порядка 5 микросекунд. Таким образом, где-то 25,5 микросекунды или 25,5, это уже небольшая разница. Если же вы используете дисководы NME, у них другого рода флеш-память, и они действуют очень быстро, и поэтому такие уже тратят дисководы 5 микросекунд. То есть здесь мы видим всего 5,5 микросекунд. Мы видим, что более чем в два раза сокращается время ожидания, и надо, видимо, указывать мне на презентацию. Что мы измеряем здесь? Мы здесь измеряем три показателя хранения. Прежде всего, это пропускная способность. Мы здесь видим, что это измеряется в мегабайтах в секунду. Мы представляем, какое количество данных проходит за определенное время. Следующее – это IOPs. Обычно ими измеряется количество запросов в секунду, и, наконец, это время ожидания, которым измеряют время, которое уходит на обработку запроса. Итак, я бы сказал так, что пропускная способность – это данные за определенное время. Мы делим запросы. Это, опять же, данные за определенное время. Но тут вопрос – и дальше у нас время на данные. На чем нам измерять все эти три показателя, если, может быть, одним можно удовлетвориться? Но здесь мы обращаем внимание на другие вещи. Мы измеряем, как реагирует система. И я хочу провести такую аналогию с автомобилем. Что надо сделать для того, чтобы автомобиль шел на максимальной скорости? И использовать максимальную скорую или акселератор? Или же кто будет самым быстрым бегуном? Тот, у кого длинные ноги, и кто очень быстро движется? Или тот, кто очень быстро идет, а не бежит? Это на самом деле зависит от конкретной ситуации и от правил. Может быть, если есть правила такие, что надо все время касаться земли, то это одно. А если можно бежать, то совсем другое. Что касается гипервизора, возможно, нам нужно то и другое. Нам нужно очень много ног иметь в гипервизоре, и также большая длина должна быть тела, как мы видим. Поэтому все гипервизоры ведут себя по-разному на сегодня. Если у нас на гипервизоре есть полная память, то его производительность не будет очень высокой. Если мы для него заготовим какое-то место для группы памяти, мы, возможно, для этого слишком много затратим места. И тогда снизится плотность информации в машине. В некоторых случаях требуется и этот фон копировать. В целом, существует два варианта загрузки устройства хранения. Прежде всего, это осуществляется путем увеличения размера запросов. И следующее, путем увеличения количества запросов. И эту матрицу мы рассматривали раньше. И люди говорят, что мы повышаем загрузку, и это позволяет нам больше хранить. Но здесь это немного ошибочно. Это все зависит от нагрузки рабочей, и как распределяется эта нагрузка. Людям нужно все время считывать, что информация из диска, и они знают, что информация движется непрерывно. И надо обрабатывать очень большие запросы, а затем передавать их в сеть. И поэтому людям требуется перемещение больших объемов данных. Это неизбежно требования, но очень часто это необходимо. И кроме того, надо заказчикам передавать самую разную информацию. Эта информация обрушивается на базу данных, и должна считывать различные индексы, потом передавать их. И эти запросы сами по себе небольшие, но их очень много. И для того, чтобы эти запросы обработать, требуется время. Значит, все время это состояние бега продолжается. Это значит, что мы эту память вводов-выводов развертывать должны изначально. Если мы говорим о таких понятиях, вот поэтому вот эта ассоциация обычно используется. Поговорим о данных и посмотрим на примере графика. И я делаю пушинг привода для того, чтобы обрабатывать большее количество заявок. И по одной оси у нас размер реквеста в байтах. А по Y это latency завершение или задержка завершения. И вы видите, даже для механического привода, для механического диска в течение 15 микросекунд завершается обработка запроса. И поэтому, независимо от нагрузки, задержка не изменяется. Поэтому у вас эффективность выше, по крайней мере, по отношению к пропускной способности. После этого дальше происходят интересные вещи. Можно провести прямую линию, которая показывает, что хранение сторидж уже полностью насыщен. Когда я увеличиваю в два раза объем запроса, и это можно видеть на графике пропускной способности, у нас здесь та же самая ось X, но на оси Y у нас пропускная способность в линейном масштабе. И вы видите, что когда я увеличиваю объем, пропускная способность значительно увеличивается до тех пор, пока не перенасыщается диск. И далее он остается тот же самый, на уровне 115 мегабайт в секунду. Я надеюсь, вы поняли, куда я клоню. И вот первый вопрос к аудитории. Стоимость 1 миллион долларов. У меня тут очень… Давайте, на самом деле, перенесем обсуждение на конец, потому что у меня много содержания. Допустим, я сейчас здесь буду использовать, Виталию, машину. И ДВМ, Добиан, ДБи в Линексе. Необработанные запросы будут восприниматься к UBM. И вот тогда таким образом эффективность будет выглядеть. Может быть, это самый важный график для того, чтобы понять виртуализацию и какие затраты ресурсов на виртуализацию требуются. Первые 20 микросекунд ничего не происходит, но… Здесь у нас миллисекунды на обработку заявок. И диск реагирует так быстро, что для гипервизора это не видно. Но дальше уже миллисекунды требуется на ответ на запрос, когда диск… Когда привод… Риск заполнен. И для моей рабочей нагрузки, для гипервизора это не так все хорошо получается. На уровне 60 мегабайт в секунду или… Но люди… Люди, которые могут позволить себе логический запрос, допустим, на Netflix, ну… Это простой пример. Они, может быть, и не увидят увеличение затрат вычислительных ресурсов. Тот же самый график, но используется NVMe драйв. И первое, что вы замечаете, да, даже при запросах на 2 гемагайта, тем не менее, все равно миллисекунд уходит. И еще, что заметно, это… Латенсии на 10 микросекунд. И, может быть, 5 или 6 на NDOS. Еще можно заметить, что… Диск не перезагружен. И еще… И другая аналогия. Можно подумать, что… CPU – это топливный насос. А… Диск – это двигатель. Имеется большое количество цилиндров. И мы, когда направляем один заявку в… Она поступает в тот или иной цилиндр. И размер заявки – это количество бензина, который впрыскивается в цилиндры. И двигатель такой мощный, и цилиндр тоже мощный. И что неважно, сколько вы туда топлива в цилиндр заполняете. Потому что это не повлияет на эффективность. И это можно увидеть на графике пропускной способности. Здесь у нас 2,5 гигабайта в секунду. И я знаю, что этот диск может работать и больше… То есть мы не насытили его. И еще можно заметить, что… Образуется вот такой график в виде латинской буквы «С» пропускной способности. И для того, чтобы повысить эффективность, мы можем запускать как бы топливо в несколько цилиндров. Если перейти от 1 к 2, то мы увидим, что эффективность увеличивается. Конечно, есть выравнивание на вершине, но все равно у нас 2,7 гигабайта. И я поясню вам, что происходит в том случае, если используются параллельные диски. Что происходит на переходе на VM? У вас есть один CPU в виртуальной машине и QMU. Но эффективность несравнима, то, что вы можете получить при одном CPU на хосте. Можно получить два входа-выхода I.O. И в этом случае у нас изменился график. Вы можете получить полную пропускную способность. Но подумайте это в течение, с точки зрения, на этот процесс, с точки зрения клиента. Если вы получаете стриминг, и вы не замечаете увеличение затрат ресурсов. А если запрос на 2,5 на виртуальной машине будет гораздо, получится единица. То есть это огромное увеличение затрат ресурсов. Вот почему это важно для оценки эффективности. И эксперимент со всеми очередями показал, что увеличиваются и эксперименты с различными типами CPU, I.O. И таким образом вы можете рассуждать, каким образом добиться необходимой виртуализации и снизить затрасы. Если вы не проводите эти измерения, то вы не можете понять, что происходит. NVMe работает параллельно, и на это можно посмотреть следующим образом. Если здесь у нас время, то синий квадратик – это диск хранения. В середине запрос, и CPU субмитит 2 заявка, или 1 CPU одну заявку, и 2 CPU другую. И статистика может запутать вас, но диск не насыщен на 100%, потому что latency у нас тоже самое. И вы субмитите все больше и больше заявок, но пока latency задержка не изменится. И на данном типе диска, который работает параллельно и очень быстрый, вы можете полностью задействовать CPU, а диск по-прежнему будет балдеть. То есть цилиндры не используются в двигателе. И насос заполняет, заполняет, заполняет. Первый цилиндр уже взорвался, а вы по-прежнему цилиндры заполняете. После того, как вы вернете первому к цилиндру, уже хранение невозможно. И очень легко это все увидеть, когда мы измеряем IOPS. Это график IOPS уже, и на X CPU сколько заявок попадает на диск, а по оси Y я измеряю на самом деле только до 32, потому что скорость такая большая, что невозможно измерить всего до 128, по крайней мере на этом примере. А по оси Y тысячи IOPS. На одном CPU, сначала на заявке 1, 2, 3, 4, линейная зависимость, и затем эта зависимость уже не линейная, в определенной точке происходит выравнимое. И это точка, где насыщен CPU, а не диск. И мы это знаем на основании статистики. Мы берем второе CPU, второй насос, и в этом случае я могу параллельно направлять заявки на несколько CPU. То есть не нужно осуществлять закрывание этих заявок. Да, в этом случае эффективность диска выше, на этом типе диска. 10 или 8, возможно, мы можем выполнять 1000 IOPS. И как вы думаете, что сейчас случится с виртуальной машиной? И на CPU уже происходят различные вещи. Эффективность для одного CPU очень плохая. Да, но можно же использовать дополнительное CPU для того, чтобы эффективность повысить. На самом деле нет. Можно 2, 3, 4 CPU, и ничего не меняется. Чуть-чуть совсем немного. И поэтому посмотрите вот на этого клиента, 1000 IOPS, и он все равно не может выйти на более высокий уровень, чем 200 IOPS. И именно поэтому гипервайзеру труднее, эффективнее работать. А если мы посмотрим на архитектуру гипервизора, то мы, может, можем понять, почему это так происходит. Сверху у меня виртуальная машина, и я говорю о виртуальном контроллере, он QMU, и проблема заключается в QMU. Независимо, сколько у вас виртуальных дисков, независимо, сколько контроллеров на этом VM, все это идет по одному потоку. На прошлой неделе я узнал, что QMU научился через 3 года работать в софт-дейте, и вполне возможно, что это зависит от количества контроллеров, и вполне возможно, что увеличение контроллеров поможет. И гипервизоры в этом случае ведут себя по-другому. И что они делают на стороне хоста, у нас есть процесс тэп-диск для каждого блока драйвера. VM работает, и вы можете масштабировать диски, и протокол первоначально позволяет только обрабатывать стандарты заявки максимально 44 килобайта, и вы должны обращаться к интерактивным дескрипторам, и тут у нас не все хорошо продумало. И вы не таким образом должны масштабировать сторидж, потому что, допустим, мощные базы данных, то что вы можете сделать для того, чтобы повысить эффективность? То есть, что, тысячи виртуальных дисков, и каждый из них может делать только до тысячи IOPS, и вы тогда... Вам просто не хватит физических CPU в коробке для того, чтобы сформировать необходимые процессы. Ух, все, рухнуло, а это не мой компьютер. Я надеюсь, что сейчас он сможет дать нам. И переходим дальше в VHW, и у нас KMU работает со сториджем. И когда мы начали переносить платформу, мы столкнулись с той же самой проблемой, что KMU начал демонстрировать свои ограничения. И мы записали механизм в Норискозе, который является частью VM, и может запустить отдельный процесс. Мы назвали его FRODO. И вы можете подумать, что у драйвера есть IO-ринги. И имя прошло от операции с этими путями. И идея заключается в том, что мы работаем с Искозе, с Кази. И Тротл захватывает Вискази и отправляет их далее, ничего не делая с пакетами. И мы хорошо продумали, когда мы планировали, сколько памяти выделять. И можно увеличить количество IOPS в этом случае. Что еще более важно, мы можем делать легко. Представляете, если гость использует BoxMTQ. И интересный аспект масштабируемости также заключается в следующем. Если нужно обработать большее количество заявок на ЛИТУ, то контролы обнажают заявки CSCI. И ECPU работает с очередью, и каждый из этих СКЮЗов обрабатывает заявки. Но проблема все равно существует, потому что мы должны обращаться к Искозе. И мы должны напрямую обращаться к Диску. И интересный момент заключается в том, что где-то у меня, как мне по времени, мы измеряем, что происходит, если мы обращаемся к LiBio. И здесь срабатывает SPDK. SPDK – это процесс, который позволяет лучше работать, чем с Искозе. Вы можете сказать, но если вы используете это, то только один процесс использует этот Диск. Но это же гипервизер. Здесь в любом случае у нас имеется один процесс. Мы связываем SPDK к устройству, и вы можете подумать, что у нас на карте можно использовать совместно любые приложения. Но нам это не нужно, потому что мы пользуем только Диск, и мы можем контролировать это устройство напрямую. SPDK имеет и дополнительные преимущества, которые не требуют прерывания. И если у вас 3-4 QDPO, вы уже насыщаете CDQ. И особенно у вас имеется энное количество виртуальных машин. Вы подаете заявки на Диск, и дальше вы не ждете сигнал прерывания, что заявка закончена. То есть нет такого вот выглядывания. Закончили, нет, закончили, нет. И это результаты, которые мы получили в результате этого эксперимента. У нас есть график IAPS, фиолетовая линия, это два ЦПУ на ядро и два ЦПУ на виртуальной машине, которые обращаются к процессору, используются из КАЗИ. И заявка используется, есть блок устройства и соответствующая задержка. Но увеличивается не только задержка, не только лейтенсия. Если вы используете больше времени, то вы насыщаете ЦПУ быстрее. Вот почему насыщение здесь происходит так быстро. И когда мы впервые использовали SPDK, то даже на одной ЦПУ эффективность была гораздо выше. И она была сравнима с тем, что мы могли получить на пике QMF. И по сравнению с одним гостевым ЦПУ. И использование даже одного ЦПУ в гирпервизоре мы могли дополнить другим ЦПУ на VM. И если на VM будет 2.3, то мы выйдем на 1000 IOPs, что раньше было невозможно. Это буквально находится на одном виртуальном диске. Здесь и существуют затраты ресурсов. Мы видим это, но мы пытаемся их избежать. Если мы проведем анализ гостевого канала, может быть, мы что-то можем другое сделать? Может быть, можно эмулировать счетчик? И вот что можно сразу сделать, и люди часто это не понимают, это то, что SPDK может также участвовать в блокировании. И вот что мы здесь получаем? У нас здесь полный маршрут для данных в пользовательское пространство. У нас есть приложение в польском пространстве, и когда подается на IO-Rings запрос, то это вращается. Он начинает вращаться, и его забирают, его передают вниз на устройство, которое обрабатывает его. И как только выполнено задание, это передается в виртуальной машине, и VM тогда также вращается. И мы таким образом сокращаем время ожидания, и ненужные операции данным образом не исключаем. Я считаю, что то, что я здесь показываю, один из лучших вариантов. Здесь мы видим два CPU, использующих один канал, а здесь пять CPU на виртуальной машине. Когда я попытался использовать один CPU как гвоздь, а второй как SPDK, производительность была лучше, чем на физической машине. Посмотрите, можно подумать, что Q1 медленно здесь нет. На самом деле здесь очень высокая скорость, и мы можем насытить этот дисковод. И внимательный наблюдатель может сказать, что это несправедливое сравнение, потому что вы сравниваете с физически виртуальной машиной. Но я здесь измеряю прямо все на дисководе, чтобы понять, какие у нас здесь затраты ресурсов. Поэтому в таком случае на виртуальном контроллере очень трудно говорить, что здесь почти равны нулю затраты ресурсов. И можно подумать здесь, что может быть мы слишком напрягаем CPU и слишком его заездить можем, но я могу доказать, что это не так. Вот такого рода замеры, они требуют порядка 700 наносекунд на затраты ресурсов. Мы заметили, что здесь самое главное – это то, что гость использует маршрут ядра. И подумайте, в другом случае при использовании SCCSI у нас при таких скоростях это очень дорогостоящее. И в данном случае вместо того, чтобы напрягать одно ядро, мы можем использовать много. И то же самое относится к виртуальной машинам. Это делает виртуализацию очень привлекательной, даже если она на самом деле вам не нужна. И вот еще здесь график, который вы, может быть, используете когда-нибудь в будущем, не нашел его. Здесь очень наглядно все показано. Как я уже сказал, вот это ядро, где 350 тысяч IOPS, он дорогой, используя это всего одно ядро. А теперь мы говорим о 600 тысячах на каждое ядро, и у нас получается 2 миллиона 400 тысяч IOPS. Мы используем здесь один процессор, а по своей производительности это почти равно производительности четырех дисководов. Значит, и здесь нам потребовалось бы, в первом случае, в три раза больше ресурсов. Я думаю, что не нужны никакие аргументы, чтобы доказать преимущество нашей системы. И, опять же, при меньшем количестве IOPS. И мы можем здесь представить себе, какие здесь были прототипы. Здесь тоже получаются те же самые 2,4 миллиона IOPS. И это гораздо больше, чем в металле. Где-то 8 на дисковод, получается. Таким образом мы можем использовать это, и затем представить это все на одном диске. Представьте, один виртуальный диск может 1,2 миллиона представить. На самом деле нам, возможно, это не нужно, потому что там есть определенная задержка по данным, есть определенное дублирование. Может быть, здесь куда-то копируется эта нагрузка. Так что, если у нас нет временного диска, может быть, нам не надо это. Но если у вас есть дополнительное запасное пространство, если вы хотите как-то для временного доступа освободить место, на тот случай, если у вас накроется приложение, то чтобы вы не потеряли информацию, то это можно сделать. Ну и вот, возвращаясь к тому, что говорил с самого начала, ускоряется скорость хранения. Но и когда ускоряется хранение, становится труднее осуществлять виртуализацию. Нам нужно очень много думать, как, что мы делаем. Даже небольшие операции, когда мы переходим к какому-то дисководу. Мы проводили сомнения между FIO и ITALSP, которые служат в качестве эталона, в частности, для дисководов NBME. И надо показать, что они вызывают проблемы, хотя и используются как эталоны. До тех пор, пока у нас не появятся новые технологии для хранения, нам будет трудно. Сейчас много обсуждений между производителями. Как создать решение, которое поможет всем. И я считаю, что, безусловно, надо использовать стэк пользовательского пространства. Одна из причин этого заключается в том, что, как я уже говорил, можно иметь несколько дисководов, и это большое преимущество. И, кроме того, можно получить лечащую выгоду за счет того, что если у вас есть гипервизор, и вот перед вами определенный комплект дисководов, затем у вас виртуальная машина, которая, может быть, использует SPDK или не используется, возможно, какие-то приложения виртуальной машины когда-то использовали. это, а другие совсем не использовали. Или, может быть, можно выполнять задачи на двух виртуальных машинах и использовать тогда совместно гипервизор. Во всяком случае, такие идеи можно... Ну, и вот, чтобы подвести итог, я хочу сказать, что все развивается гораздо быстрее, чем даже возникают проблемы. Я думаю, что подобные идеи, которые у нас есть, позволяют нам ускорить производительность и работу устройств. Спасибо за внимание. В вашем запоминающем устройстве у вас будут метаданные, которые будут считаны и обновлены, и это снизит воздействие ADN-O-Chorus. Я понимаю, вопрос касается того, что мы делаем с метаданами. Во всех примерах, которые я сейчас использовал, возникает очень интересный и очень законный вопрос, что нам нужно здесь делать с этим. Что касается SPDK, она реализует несколько логических слоёв, и у них есть логические объёмы, и даже что-то существует похоже на файловую систему, хотя в подлинном смысле слова это не файловая система. Виртуальная машина, конечно, не использует как таковую файловую систему, но для со стороны гипервизора обычное применение связано с тем, что те приложения, которые связаны с SPDK, они должны содержать формат данных. Но, конечно, такие решения могут быть очень дорогостоящими. С точки зрения логики, SPDK замеряло затраты, и они действительно ничтожны. Их пренебрежительно, ими можно пренебречь. И когда речь идёт о таких характеристиках, как сжатие при помощи SPDK, то для того, чтобы получить стойкую память, поскольку к ним можно к ней адресоваться, SPDK может использовать её для того, чтобы хранить метаданные на условиях стойкого хранения. Но существует ряд... Тот вопрос, который вы подняли, действительно касается очень реальной проблемы, касающейся хранения данных, метаданных, когда у нас большие объёмы. Мы не думаем, что будет значительное улучшение по части производительности. Сколько мегабайтов вы записываете, и какие данные вы записываете? Это всё произвольные данные, FIO, и то, что мы работаем, это всё произвольные данные. И здесь в качестве эталона используется предварительное размещение. И затем это всё записывается предварительно на диске. И используется последовательное считывание. Здесь не используется кэширование. Я просто рассказывал эту тему, не касаясь кэширования, но оно не используется. Спасибо. Спасибо за выступление. Вот у меня такой вопрос. Вы пытались использовать посреднические устройства. Такие посреднические устройства, с ними всё зависит, как мы можем достать дисковод из виртуальной машины, когда мы можем оставить его на VFIO для пользователя, как вы видели в примере. И проблема, с которой мы столкнулись, как можно предостать это устройство. Один из вариантов это загрузить, так сказать, поддельный драйвер, фейковый драйвер, и он, этот драйвер, будет общаться с пользовательским пространством, и, возможно, будет использовать SPDK, либо для общения с локальным драйвом, с локальным дисководом, или с удалённым. И вот, как мы это сделали. Или же ещё один вариант, это снять нагрузку. Используются определённые патчи, определённые обновления для движения туда-сюда, и создание общего механизма, оно натыкается на сопротивление от специалистов отрасли. Все хотят пользоваться собственными разработками, и тогда ничего не будет поступать на благо сообщества. поэтому здесь, конечно, можно говорить о определённом протоколе, но какой может быть протокол GPL в этом случае? Может быть, в твоё время Apple был, но GPL, протокол GPL, он, конечно, приветствие, поддерживает, но в данном случае этим всё заканчивается. можно, конечно, запи... можно авторские права на это зарегистрировать, но вы должны... я могу такую лицензию отдать любому, у кого есть GPL. Конечно, можно обойти эту систему, можно использовать приложение, которое будет быть на другом протоколе, или же можно модифицировать эту систему для распределения открытых кодов, но в таком случае вы получите сообщение, что вы играете не по правилам. На самом деле многие проявляют большой интерес к этому. Мы хотели это делать, и вопрос не в том, что мы улучшаем реализацию, но это связано с тем, что хотелось бы иметь единую процедуру обработки на всех машинах. То есть таким образом требуется много машин, и кто-то один должен отвечать за запоминание данных. Будь ли еще. я единственный человек, который является препятствием на вашем пути к пиву. Еще 10 минут, целых 10 минут. У меня есть очень много данных, могу их показать, конечно. Очень интересно было, спасибо большое. Прежде всего, вот что, вот такое создается впечатление, то, что вы сделали, ребята, удаляет любую мотивацию к блокированию MQ. Нет, это не так, потому что если виртуальная машина хочет использовать ядро, то, конечно, надо заблокировать MQ. Если мы посмотрим вот один из графиков вот здесь, вы можете увидеть, вы можете, если используется блокирование очереди, в противном случае при использовании два стока, но это один процесс, более-менее да, да, тогда ответ да, потому что, но вы не используете ядро, вы используете блочную реалерацию, но это будет намного быстрее, один процесс, это так. Но вы знаете, я это попытался сделать, но был сбой, зависло. я обсуждал с Сузей на саммите по открытым кодам на прошлой неделе, и вот тут был вопрос о том, как будет работать ядро, и мы пришли к мнению, что сегодня, когда ядро занимается опросом, запрос поступает к дисководу, и если он деактивируется, то тогда не будет замечать каких-то событий, которые могут происходить, поэтому такой опрос должен касаться и подчиненных цепочек, да, вы правы, вопрос о том, что действительно 3-4 года назад казалось, что это бесполезно, но точно как вы говорите, что если это с одной стороны, на конференции Волт, я думаю, последняя была наверное где-то пару лет назад, кто-то из компаний Диджитал показывал много замеров, вы там были, да, в Бостоне, да, здорово, да, вот та презентация была действительно очень хорошая, я помню заключение было такое, всего требуется несколько микросекунд для этого, а я всегда делаю это гораздо дольше, вот посмотрим на более полную картину, более полная картина, как выглядят эти четыре диска, если вы работаете с ядром, различные классы ЦПУ, эти измерения были сделаны довольно-таки давно, но можно увидеть, что одно ЦПУ в ядре 2, 3 до 12 ЦПУ на ядре, и когда использовал я DFO при помощи SPDK плаг-ина, даже если я использую один ЦПУ, может дать 1,4 почти, 2, еще больше, и необходимо иметь энное количество вызовов, но когда я измерил PERF, то одно ядро давало 1,2, даже больше, они сказали, что мы обещаем, что PERF более эффективен, они мне сказали, что они потратили огромное количество времени для работы с кодом ассемблера, с кашированием, для того, чтобы это выбрать, и именно это обеспечило такую большую разницу, это миллионы фай-опсов, и при помощи этого вы можете прийти к выводу, что если вы не можете это оптимизировать именно на таком уровне, и поэтому я верю, что можно использовать стеки пространство пользователя, но с другой стороны можно что-нибудь загрузить в ядро, может быть какой-нибудь V-host Net, типа того, что-нибудь, и поэтому действительно имеет большое значение для повышения производительности для работы на этом уровне, потому что мы динамически не могли задействовать больше памяти, все уже было задействовано, мы создали систему, когда мы использовали караутинг, мы работали с логическими компонентами системы, но это связано, конечно, с вопросами безопасности, и поэтому существует и другая проблема с этими вопросами, но вы хотите остаться на одной стороне, если вы хотите выйти в пространство пользователя, то вы уже должны работать с пространством, а если работаете с ядром, то значит это должно быть ядро, нельзя метаться между двумя сторонами. И еще один вопрос, это хорошо все работает для нагрузок обаун, но если у вас какие-то промежуточные нагрузки, как в этом случае все работает, какое решение? оракл оракл говорил об спиди кей и они говорили каким образом они разрабатывают решения спиди кей, которые могут работать с оракл. Конечно, они написали много дисклеймеров, отказов от ответственности, но тем не менее, у них своя соответствующая очередь подачи заявок, все зависит также еще и от приложения, может быть, и это еще одна причина, почему виртуализация является хорошей вещью, потому что если вас интересует именно вот это, то вы можете сделать это в VM, если нет, тогда значит ну и не надо, может быть, мы одновременно, если выполняете большое количество работы в CPU, то тогда значит все в порядке. У нас еще стало время задать последний вопрос, может быть, это очевидно, но вы тестировали SSD и результаты такие, разница такая же разница. Я измерял, но не здесь, но у меня есть большое количество измерений на дисках NVMe, вот SSD здесь, мы перешли от механических дисководов и далеко SSD, это жесткий диск и с контроллером или АТА или ИСКОЗИ, но есть также флеш памяти и что происходит, люди понимают, что бас был низким и они стали использовать PCI и был также контроллер доступа на PCIe и PCIe имеют storage твердое состояние, и для этого нужны были проприетарные драйверы, и я делал эти измерения на NVMe и еще важное замечание, я слышал, потому что имеется определенный запрос, чтобы SSD были соответствующие интерфейсы, даже обычные нормальные SSD, потому что NVMe имеет гораздо более эффективный протокол, SCAZE были разработаны для принтеров, для сканеров, и NVMe это гораздо более эффективный, может быть через год или позже вы сможете использовать MPDK для того, чтобы работать с другими драйверами, здесь представлен график пропускной способности, и вы видите, что соответствующие точки смещаются влево, но когда у вас есть два CPU, которые работают 8, 16, 32, 64, 128, то вы выходите на точку, на какую-то точку, когда влево уже не смещаетесь, потому что вы связаны с IOPS, мелкие заявки или количество заявок, запросов влевую часть не смещают, поэтому можно ожидать что-то аналогичное с SPI, когда они появятся, но я не точно уверен. Время? Спасибо, нужно самый лучший вопрос выбрать. Крудно. Что же там было-то? Мне на самом деле понравилось несколько, но я поступлю так же, как поступали другие выступающие. Отдам приз первому задавшему вопросу о логическом объеме. Много графиков. Много графиков и нюно эффекты. И что происходит, если у вас FIO подсоединен к одному ядру, а второй? медиатор 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 интересно потому что много медиатор медиатор это интересно Что, он не получит? Получил он уже. Ну вот Пауло тоже, дайте ему тогда. И сейчас будет экспресс обсуждение через пять минут. Спасибо всем. Субтитры сделал DimaTorzok